Ночь с 19 на 20 апреля. Движение через старый городок оживленным не назовешь. Появляется самосвал, водитель которого по какой-то причине не опустил кузов. Стандартная ситуация завершилась нестандартно. Большегруз повредил компенсатор наружной теплотрассы. Без горячей воды и отопления остались три жилых дома на улице Автозаводской и Стадион. Она представляла опасность, потому что опоры нагнулись и эти трубы могли в любой момент упасть. Но главное, что когда он зацепил эту трассу, он ее порвал. Он порвал не там, где компенсатор, а порвал внизу, где эта трасса проходила не на таких высоких опорах. Естественно, порвал, упало давление в системе отопления. Ушла вода горячая. На место оперативно выехала ремонтно-аварийная бригада Одинцовской теплосети, слесари и сварщики. К ним присоединились специалисты местной службы эксплуатации. Им предстояло локализовать аварийный участок. Нашли возможность включить три жилых дома отопления. И эти работы были проведены до пяти утра. А осталось без отопления это административно-хозяйственное помещение и раздевалки рядом находящегося стадиона. На демонтаж поврежденного участка ушло два дня. В четверг утром приступили к восстановлению теплотрассы. Сегодня там опять же аварийно-ремонтная бригада, но уже восстановительная. Тоже четыре человека и четыре человека задействованы со службы эксплуатации. Техника была какая? Автокран, автовышка, манипулятор и автомашина для перевозки трубы. Мы ее называем длинномер. На данный момент подача горячей воды и тепла в жилые дома и помещения стадиона Старого городка полностью восстановлена. А юристы теплосети готовят иск в суд, чтобы взыскать денежные средства, затраченные на ремонт теплотрассы. Это более 600 тысяч рублей.